Дорогие друзья, всех приветствую на своих каналах. Продолжаем работать с текстами пророчества. Сегодня я хочу ответить на очень важный вопрос, на который не могут здраво дать сразу ответ многие проповедники или посланники. Кто написал Библию? Кто дал нам заповеди? Многие отвечают банально просто. Библию написали люди. Но в основе Библии лежат заповеди. И эти заповеди были даны самим Богом. И я вам сегодня это докажу при помощи текстов, поскольку закон Божий на сегодняшний момент многие игнорируют. А ведь письмена Божии на каменных скрижалях были написаны рукой самого Господа Бога Вседержителя. Конечно, можно игнорировать тексты Ветхого Завета, как многие из вас это делают. Но извините, там столько ценной информации, которая связана именно со Вседержителем, что мы не можем не изучать этих текстов. Итак, перед нами 24 глава книги Исход. И сказал Господь Моисеев, зайди ко мне на гору и будь там. И дам тебе скрижали каменные законы и заповеди, которые я написал для научения их. Игорь Исход, 32 глава, 15 стих. И обратился и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, каменные, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали было, дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. Я хочу обратить ваше внимание. Письмена Божии. Итак, нам были отправлены послания на каменных скрижалях. То есть, на каменных пластинах, посредством какой-то определенной технологии, Господь Бог Вседержитель написал заповеди. Причем дважды, потому что первые скрижали Моисей разбил. А это цитата для тех, кто мне говорит о том, что я якобы зря работаю с заповедями. Да, я делаю на это основной упор. Итак, Евангелие от Матвея, 5 глава, 17, 18, 19 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Запомните, Иисус не пришел нарушить законы пророков. Он пришел исполнить закон. И пока вы не научитесь соблюдать заповеди, мы в Царствие Небесное не войдем, то есть не перейдем на новый уровень эволюции человечества. Вот и весь ваш квантовый переход. Есть еще одна замечательная цитата, которую я сейчас вам зачитаю. Евангелие от Иоанна, 12 глава. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Вот вам ключи в вечность. А теперь перед нами первое послание к Тимофею. Глава под номером 6. Очень важные цитаты, которые дают понимание того, кто царь царей, кто Господь Господствующий, кто такой Иисус Христос. И каким образом мы должны перейти. К вечности. Кто воскреснет. Пред Богом Всеживотворящим, пред Христом Иисусом, завещеваю тебе, соблюсти заповеди чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих, и Господь Господствующий. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Речь идет о Господе, Боге Вседержителе, который является царем царей, Господом Господствующих. И я хочу вам напомнить, что Иисус Христос отделал нас священниками и царями Богу нашему. Так соответствуйте этой должности. Соблюсти заповедь чистая и неукоризненно до явления Господа нашего Иисуса Христа. Когда люди проповедуют, они должны понимать элементарные вещи. Основное для человека это научиться жить по законам Бога. И для того, чтобы научиться жить по этим законам, необходимо их знать в первую очередь. И сейчас я обращаюсь к женщинам. К женщинам, которые проповедуют. Есть у Нострадамуса интересные пророческие тексты. Скрытно прибудет надежду несущий, дама изложит закон. Везде сущий. Вне храма злоба, тот вестник от Бога. Хотя все на сказку похоже немного. Труд, но славянами принят завет. Очень важные строчки, и я их озвучила не случайно. Они подтверждают те цитаты в текстах Нового Завета о царице Южной, которая будет работать в этом направлении. Сколько бы ни старались эзотерики, торологи, астрологи, они не смогут осуществить свои квантовые переходы без вот этой книги, которая называется Библия. Помимо этого, в помощь вам тексты Корана, которые подтверждают истинность этой книги. Всего вам доброго. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok